Всем привет! Сегодня у нас на обзоре плов ташкентский, любезно предоставленный магазином plover.ru. Если вы смотрели анбоксинг, то есть распаковку посылки с пловами, то, естественно, вы могли видеть, потому что это очень часто задаваемый вопрос, что посылки отправляют в любую точку России, могут отправлять как почтой России, так же наложкой, вообще без проблем. То есть наложкой, если вы даже не знаете, что такое, вам даже платить деньги не надо. То есть вы приходите на почту, и когда посылка уже пришла к вам, вы платите деньги на почте и забираете свою посылку. Плов поставляется в данном случае в стандартной 325-граммовой баночке гарантии, кстати, 2 года, точнее не гарантия сока использования. Кому интересно, смотрим в макро. А я пока расскажу, что в принципе, ну естественно, понятно, что этот плов очень удобно брать с собой в походы, на рыбалку, там на охоту, куда угодно. Да, погнали, как я говорил не раз, на дачу поехали вскопать огоров по весне, чтобы с собой не брать кучу еды, потому что приготовить часто не то времени. Вот, мы берем баночку плову. Очень удобная, как я не раз говорил, за вот эту вот открывалку, это естественно огромный мега плюс, и плюс потому, что, во-первых, не надо с собой дополнительно иметь какие-то открывалки, мы сразу же открываем эту баночку ключом, то есть ключ есть на банке, и естественно можем разогреть, то есть эта банка у нас как кастрюля для разогревания, если хотим, мы можем его есть холодным, потому что я сейчас и сделаю. Мы можем его естественно подогреть прямо в этой банке, мы можем ее поставить на костер, мы можем ее поставить на горелку, мы можем ее поставить на газовую плиту, мы можем ее поставить, ну в микроволновку лучше не ставить, если у вас микроволновка не поддерживает нагрев металлической посуды, у меня поддерживает, я могу поставить даже в банке в микроволновку. Можно поставить в горячую воду и, скажем, на водяной бане то есть как угодно можно вывалить естественно нет не использую банку также мы сейчас будем пробовать проверять вывалить также на тарелку и на тарелке разогреть ну или скушать холодным если у нас нет возможности разогреть я будет уверен что тоже это будет неплохая иногда кстати вот я положил на стол мне еще скидочную карту подарок прислали классная вещь то есть сейчас попробуем этот плод если мне понравится то естественно будем заказывать будем брать вот плод стоял в куб при комнатной температуре то есть прямо в комнате но пахнет так неплохо знаете вот такая прикольненький значит сейчас естественно все выгружаем знаете я честно говоря ребят я вот думал открывая банку что будет рис такой знаете разваристый то есть в плове он должен быть рассыпчатым а так как просто не хочу просыпать мимо тарелки а так как все таки ну понятно что после того как сварили законсервировали какое-то время прошло мы видим уже куски мяса вижу вот это горох наверное это представляю изюм ну вы смотрели на банку вы наверное же лучше меня знаете ингредиенты прошли я когда почти покажу вам банку я ее не читал я даже попробую кусочек мяса мечет интерес какой вкус у нас ребята это шикарная вещь это шикарная вещь огромный плюс таких под консерв частично местных частично каких-то таких вот смесей вот еще мясо еще он мясо я вижу сейчас я выйдем просто я день не хочу чтобы оно все рассыпалось мне понимаете огромный плюс этих консерв в том что вот если мы куда-то идем как я сказал начиная от поездки на дачу покопать огород и заканчивая заканчиваем охотой рыбалкой походами просто вылазкой на природу по большому счету можно даже купить несколько вот таких вот консервных банок потому что я естественно уже вот сейчас попробовал и мне понравилось да то есть смотрим как он выглядит вот смотрим показываю мясо есть довольно таки большие куски вот вот мясо есть там еще было мясо вот мясо рассыпчатый рассыпчатый ребят вы же видите рассыпчатый рис пробуем во-первых ребят и плов просто замечательный но на честное такого плана еду я естественно люблю разогреть второе что я сейчас пойду конечно же разогрею поставлю в микроволновку на пару минут но посмотреть неужели вот этой вот порции на одного взрослого человека не хватит поесть вполне хватит с учетом что я уже вилочку отъел вот значит на ребят сейчас я остановлюсь на паузу прихожу буквально через какие-то считанные минуты и рассказываю вам свое мнение дальше ну что народ вы прошли какие-то буквально считанные минуты плов нагрелся запах идет аромат просто просто шикарный просто шикарный аромат жирок который был снизу банки он даже и свитим от мяса пропитал рис и стало все как положено ну вот что хочется сразу все ингредиенты словить и попробовать ребят это шикарно это шикарно и действительно рекомендую пробовать только по гретым не греть это но это самый уже самый это меда мега крайний случай не греть такую еду это когда на вас уже вообще даже нету возможности списку кинуть и какую-нибудь газету подпалить чтобы его разогреть это очень вкусно вопрос даже рекомендую попробовать вот просто купить баночку и попробовать и самое главное вас за уши будет не тянусь и вы станете поклонникам такой еды и ну таких консерв я имею ввиду я очень жалею что конечно же у нас в минске белоруссии это никто не делает и не производит не продает это конечно жалко то есть чтобы заказывать издалека это ну долго это невозможно выйти в магазин и просто купить это очень жалко вот то есть естественно уже что такого делали как можно больше а ребят это просто потрясающе вам серьезно это класс класс супер супер я не могу сказать ничего плохого вот хороший хороший домашний плов хороший домашний плов всего хватает соли хватает специи хватает аромата хватает мяса достаточно вот я понимаю что может быть кто-то любит что мясо с рисом 50 на 50 но по моему мясу вполне хватает мясо какое-то как будто бы то ли обжаренная то ли немножко с каким-то подкопченной что-то такое есть в мясе вот не просто сваренное выпаренное мясо просто шикарно приготовлено просто я я получаю массу удовольствия и я чувствую сейчас я это доем напоминаю пловер .ру магазин сайт ссылки обязательно в описании под видео заходим заказываем заказать можно на любым способом там все написано даже на ложкой то есть как я уже сказал посылка придет просто к вам на почту и вы придете рассчитаетесь деньги дадите когда посылка будет у вас на почте не надо делать предварительные переводы вот и ребят просто шикарный я бы я в восторге я я ну вообще я не могу сказать плохого слова действительно баночка плюс то что это каша с мясом плюс то есть не надо дополнительно какие-то макароны с собой таскать или какие-то тут тот же рис и с тушенкой подяжи в банке можно об этой приготовить она удобно на все ну все хорошо ребят все хорошо так что я не могу вообще сказать что есть минусы меня действительно очень нравится на этом все всем спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайки не забываем подписавшись поставить нажать колокольчик поставить галочку для того чтобы получать уведомление о новых видосиков вам приятного аппетита если вы кушаете когда смотрите это видео и мне приятного аппетита потому что я щас с удовольствием в одно рыло все это заточу все ребят всем пока ссылки в описании под видео и